Здравствуйте! В этом видеоуроке мы перейдем к практической составляющей и начнем с того, что необходимо для работы. Это весьма важный момент, который как бы вкратце, сейчас быстренько расскажу, чтобы не затягивать, чтобы вы понимали, что необходимо. Продолжение следует... 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 после чего пустить мобильное устройство, с которого вы раздаете Wi-Fi в режим самолет, выйти из самолета, таким образом у вас сменится IP-адрес, можете зайти на сайт 2ip.ru и посмотреть, что IP-адрес у вас сменился после последнего интернет-соединения. Если IP-адрес действительно сменился, можете регистрировать новый аккаунт, у вас будет новый IP-адрес и такие мобильные прокси, мобильные, так скажем, соединения, они не блокируются, потому что IP-адреса, в случае, допустим, если сервис захочет заблокировать ваш IP-адрес, с которого вы заходите в интернет, допустим, в Telegram, неважно, просто в интернет, этот IP-адрес привязан не только к вам, но и многим другим, то есть мобильные IP-адреса, они повторяются у многих, если они заблокируют ваш IP-адрес, то при этом сотни тысяч людей также не смогут зайти в мессенджер, потому что у вас одна плюс-минус под сеть и так далее, ну, как бы, вам не нужно в это вдаваться в подробности, не нужно сейчас, как бы, там, если у вас сложность с пониманием вообще того, о чем я говорю, я объясню, как бы, ну, здесь максимально просто. Прокси сервер и для чего он нужен. Нужен он, как я и сказал, для работы с аккаунтами, которые будут расположены в Европе. Таким образом, данный шаг, данный пункт вы можете пропустить, если вам не нужен компьютер для выхода в интернет в Европе и, соответственно, его прокси сервер, который, в принципе, вот сейчас здесь предоставлен, как я и сказал, это необязательно, но иногда необходимо. Когда необходимо, в принципе, я объяснил. Как видите, можно получить и российские прокси, например, для работы, например, если вы работаете с Украиной, но хотите с российским аккаунтом, хотя это тоже не особо важно и не особо нужно. Здесь вы видите, что прокси бывают IPv6, IPv4 и IPv4 шариной, то есть, которые выдаются сразу нескольким людям. То есть, вам и еще вам, там, до трех человек, на самом деле, там, до десяти человек можете получить данный прокси сервер и, соответственно, с этим прокси работать. Шарт прокси нам не нужны, v6, v4 можно использовать, но, в принципе, как я объяснил, на начальном этапе не загружайте себе этим голову. Если возникнут проблемы у вас, допустим, вы будете работать по бурштрафику, то есть, с европейским трафиком, просто в Телеграме напишите, мы разберем вашу проблему и найдем вам, допустим, где можно, например, обрести прокси и так далее. На начальном этапе это вам не нужно, я просто хочу, чтобы вы понимали и знали. И в дальнейшем у вас не возникало проблем, когда вы будете слышать, там, в нашем Телеграм-чате, где общаются люди, что там прокси, прокси, вот у меня там прокси, где взять прокси, вот у меня там прокси плохие, там и так далее. У меня вот на регистрации проблемы, там у меня там с протяжением проблемы, там проблемы в прокси, чтобы вы понимали, что это такое просто. Вот и все, не нужно сейчас этим забивать голову. Просто как бы знайте, что для работы с европейским трафиком, если вы находитесь в России, вам нужен будет прокси сервер для соединения выхода в интернет не напрямую с вашего компьютера, а через компьютер, который расположен в Европе. Подключайтесь сначала к нему, а потом уже выходите в интернет. Это и есть прокси. И, как я сказал, забудьте про VPN просто навсегда. Отключайте его просто, если вы работаете с агрегаторами, социальными сетями и так далее, просто VPN, это как бы зло. Он убьет вашу связку, убьет аккаунты и все. Дальше. Anti-detect browser. Опять же, для чего он нужен? Он нужен только для большого количества аккаунтов. Если у вас много аккаунтов, там 10 и больше, то эта вещь необходима для работы. По факту, вот вы видите определение, что это, знаете, программа, которая подменяет отпечатки браузера, уникализирует работу в интернете и позволяет работать одновременно с множеством рекламных или социальных аккаунтов, о чем я говорил выше. Как бы это специально сконфигурированный анонимный браузер с технологиями подмены и скрытия важных параметров IP, прокси, о чем мы говорили ранее, отпечаток браузера, WebRTC, Useragent и Canvas и все остальное. Поэтому вы здесь просто как бы должны понимать, что эта вещь как бы вам нужна для работы с большим количеством аккаунтов. По Anti-detect браузерам они бывают платные, в основном они платные. Средняя цена за такой браузер 100 долларов или 100 евро, в зависимости от того, где он продается в месяц. То есть вы платите 100 долларов, там сейчас по курсу где-то 7500, но это нужно, когда у вас прям ну очень все налажено, уже идут хорошие доходы, вы в принципе не будете скупиться и при любом высказе будете его приобретать. То есть я покупаю такой аккаунт за 15 тысяч рублей в месяц, потому что он на несколько пользователей у нас. Я пользуюсь Indigo браузером, который в списке аккаунтов у нас находится вот справа на втором месте. Есть также вот Delphine, тот же Dolphin, то есть Isaac, MimultiLogin и так далее. Для начального этапа, если у вас много аккаунтов, есть бесплатный Anti-detect браузер. В Telegram мы подробно разместим, что можно приобрести на начальном этапе. Можно, кстати, я скину видеоурок, их в интернете очень много, не буду записывать, дублировать и так далее. Когда уже есть в интернете, все подробно рассказано. Как из стандартного браузера Mozilla Firefox делать несколько профилей с уникальным юзер-агентом, выбрать и C, отключать, подкидывать туда прокси. И, соответственно, у вас будет обычный Mozilla браузер, как Mini Anti-detect работать. На 10 аккаунтов этого будет достаточно. Платить ни за что не нужно, все абсолютно бесплатно. Полную инструкцию в Telegram, если не размещу или забуду, попросите, скину без проблем. Вот, поэтому то же самое, только для большого количества аккаунтов. Стоит понимать, что в дальнейшем вы к этому придете, потому что вы не будете работать с тремя связками. Связок у вас будет много, там, 7, 8, 10 и так далее. То есть, и это вам будет нужно. На начальном этапе не нужно. Просто рассказываю, чтобы вы понимали. Я хочу, чтобы вы во всем разбирались и старались давать информацию, как я говорил, порционно. Не перегружать вас чем-то лишним, только то, что нужно будет в работе. Эта вещь будет нужна. Это основной инструмент, с которым будете работать, когда будет много связок, много аккаунтов. Но сейчас, пока отложите в долгий ящик, просто знайте, что к этому придете. Пока, я говорю, если на начальном этапе даже у вас будет 5-7 аккаунтов, можно и без этого обойтись в обычном браузере Google Chrome и так далее. Если уже будете подходить к 10 связкам, допустим, которые создадите в дальнейшем, да, можно и там Mozilla сделать бесплатную, как я и сказал. Там, подкинуть прокси, там, выбрать все, отключить, юзер-агент настроить и так далее. Все это, как бы, расскажу-покажу. То есть, всему свое время. Просто знайте и понимайте, что это нужно. Эмулятор Android. Для чего это нужно? Как вот здесь уже написано, для управления аккаунтом на компьютере. То есть, допустим, тот же TikTok через браузер Google Chrome, там не все можно настроить. Там, в принципе, практически ничего нельзя настроить, кроме как зарегистрировать аккаунт можно и загрузить видеоролик. Без даже настроек видеоролика. Нельзя там не монтировать, потому что-то там внутри самого приложения, я имею в виду. Вот это все, как бы, не получится сделать. Для этого нужны эмуляторы. Эмуляторов тоже очень много. Самый популярный, наверное, был Устакс, либо Nox. У вас, в принципе, не сильные там операционные требования у него на любом компьютере практически пойдут. Это, как бы, нужно, если вы, допустим, хотите... У вас нет мобильного телефона под рукой, его, в принципе, у вас, допустим, нет на операционной системе Android. То вот этот эмулятор, он будет нужен. Тоже по эмулятору не буду показывать, как его настроить, загрузить, скачать. Просто пишите эмулятор Android для ПК в Яндексе, как это показано справа, прям по первой ссылке, который выдается от Bluestacks.com, скачивайте его, заходите в YouTube, пишите Bluestacks обучение, допустим, и полностью смотрите мануал по Bluestacks. Я же не буду тедулировать, потому что это лишняя будет информация, которая вам здесь не нужна в рамках данного обучения по арбитражу на видеороликах, то есть по перегону трафика и заработок, соответственно. Поэтому все по работе данной программы можете в открытом доступе найти. Миллион роликов в интернете, если сложность у вас, допустим, вы не можете найти правильное обучение по работе с данной программой, напишите мне в Telegram, я вам скину подробную, прям бесплатную. Вот Адая, где люди рассказывают, что и как нужно делать. Поэтому Bluestacks нужен для... скачивайте его себе на компьютер для работы с аккаунтом, для регистрации аккаунтов. В Bluestacks, кстати, можно в TikTok регистрировать аккаунт, по-моему, даже без телефона. Если использовать мобильный интернет и постоянно в самолет запускать и менять IP-адрес, мобильный IP-адрес, то можно просто с электронной почты регистрировать, там, допустим, на Gmail, бесплатно или на Mail, регистрируйте бесплатную электронную почту, регистрируйте аккаунт. Мобильный телефон, в принципе, не нужен. Если вы будете это делать просто через браузер Google Chrome, там Mozilla Firefox, с обычного интернета, то, скорее всего, нужен будет либо виртуальный номер, то есть на том сервисе, о котором я говорил ранее, либо, соответственно, можно купить уже готовый аккаунт. А вот в Bluestacks это можно, как бы, обойтись. Не всегда, но в большинстве своем даже номер не запрашивают мобильный, то есть, в принципе, даже не нужно пользоваться виртуальными сим-картами. Поэтому эволятор нужен, скачивайте, настраивайте обучение в интернете по нему, все последовательно, не бежите вперед, точнее, не бегите вперед поезда. Вот, скачали, настроили, оптимизировали, там, скачали, соответственно, сюда приложение, там, чек-то в Instagram, чтобы у вас, вот они на рабочем столе были, как в обычном телефоне. В принципе, этим можно не заниматься, если у вас есть под рукой телефон на операционной системе Android, сможете не качать Bluestacks, сможете через телефон делать. Но лучше скачайте, на компьютер все же это проще, и лично я так считаю, это мое мнение. В принципе, все, как бы, им с имулятором разобрались, для чего он нужен, как с ним работать, где брать, где скачивать, где смотреть обучение, думаю, и все. С этим понятно. Платежные агрегаторы. Ну, здесь максимально все просто. Я вот выписал четыре необходимых пункта, для чего они нужны. Во-первых, это оплата расходников, то есть аккаунты, вот сервис виртуальных номеров, например, и так далее, все, что с этим связано. Дальше, заработная плата, получение выплаты с партнерских программ, с, допустим, сервисов любых. В принципе, все мы получаем, вот в данном случае скриншот, выплаты, получаем на Kiwi. То есть, вы можете использовать, например, U-Money. Вот справа вы видите то, что наиболее распространенный в интернете U-Cas, тот же U-Money, тот же Яндекс.Деньги, всем привычный. Есть также, допустим, несколько других, но самые популярные, допустим, в странах СНГ, это Kiwi и U-Cas, который ранее был U-Money, он же Яндекс.Деньги. Поэтому можете как Kiwi пользоваться, так и Яндексом. Если у вас уже есть, то это хорошо. Как бы, если нет, вы можете зарегистрировать. То же самое, как бы, все в интернете есть, про это все рассказано. Поэтому, во-первых, очень важный момент – это удобство использования. То есть, можно в рамках Kiwi кошелька, либо Яндекс.Денег использовать, зарегистрировать виртуальную карту, и, соответственно, с этой картой можно производить оплату в интернете тех же аккаунтов, сервисов, смс и так далее. В принципе, это очень важный и необходимый инструмент в интернет-работе. Поэтому я не рекомендую вам оплачивать какие-либо, допустим, аккаунты, сервисы, тех же виртуальных номеров и так далее, со своей личной карты. Зарегистрируйте лучше себе Kiwi, либо Яндекс.Деньги. Все это максимально просто делается в два клика. Переходите на Kiwi.com, либо Umani.com и регистрируйте, соответственно, себе аккаунт. Там, в рамках данного аккаунта, на левом скриншоте, вы можете сейчас видеть карты Kiwi. Вот сверху, допустим, Kiwi кошелек, платежи, переводы, пополнение кошелька, кэшбэк и карты Kiwi. Нажимаете вот на эти карты Kiwi, там нажимаете создать виртуальную карту. Вам также дается полный БИН-карты, то есть ее, соответственно, платежный реквизит, дата, то есть срок действия, до какого, и CVV-код, который на обратной стороне. Вы пополняете электронный кошелек и, соответственно, вводя реквизиты вашей электронной карты, можете оплачивать, допустим, тяжелый расходник, аккаунт, сервис, смс и так далее. Это тоже очень важно, как бы максимально удобно, просто, и, соответственно, на эти же платежные реквизиты, этой же карты потом в дальнейшем можете получать уже заработную плату с партнерских программ, с каких-либо агрегаторов, сервисов и так далее, в зависимости от того, какой связкой будете работать, как будете действовать. Рассмотрим пример рабочей связки, которую сейчас здесь озвучу, а, допустим, как на рабочем столе и так далее, там, то есть как это все действует уже на практике, покажу чуть позже, в дальнейшем. Наверное, в Телеграме, скорее всего, размещу, думаю, так будет максимально просто. Здесь, как бы, рассказываю, сейчас мы рассматриваем актуальную рабочую связку, которую легко масштабировать и применять прямо сейчас. Для работы нам понадобится сервис смс-активации, который мы уже видели ранее, для масштабирования, либо магазин готовых аккаунтов, то есть это обычный интернет-боразер, Телеграм-мессенджер, платежные агрегаты. Таким образом, система представляет связку из себя ТикТок, Телеграм и онлайн кинотеатр, либо любой сервис видеоконтента в интернете здесь, как бы, особо не имеет значения, допустим, что будет у нас третьим в данной связке. Но важный момент, в данной связке необходим ТикТок-аккаунт, Телеграм и Телеграм. Не просто аккаунт, а именно создать свой канал, желательно закрытый, на который будет перегоняться трафик из ТикТок и в дальнейшем будет монетизироваться за счет партнерской программы, какого-либо видеосервиса, либо онлайн кинотеатра. В принципе, максимально просто и максимально работает это все. По сути, эта связка действительно работает на любом оффере, по сути, без вложений на старте, потому что сервис ТикТок при реальной оптимизации аранжирует наши видео и бесплатно их продвигает. Главное здесь не забывать про уникализацию видеоконтента. И, как я и сказал, конечный оффер не обязательно, это онлайн кинотеатр, это может быть что угодно. Главное — собирать целевую аудиторию, о чем я говорил вам ранее, и направлять ее в заранее подготовленный канал, после чего размещать рекламные предложения от партнерской программы с целевым предложением. А спустя некоторое время, когда наберете базу подписчиков и аудиторию, можно добавить монетизацию за счет продажи прямой рекламы на том же аккаунте ТикТока, либо уже в самой группе Телеграм. Главное — все дело по инструкции, которую мы вам даем. В принципе, мы все вам рассказываем сейчас максимально подробно, на картиночках, презентации, чтобы вы видели и понимали вообще, как работают связки и как их можно применять. Итак, в рамках данного небольшого и короткого, но тем не менее, очень полезного видеоурока я показал вам, что необходимо для работы, как мы будем работать и так далее. В принципе, показал уже вам небольшую связочку. Более наглядно я покажу ее в Телеграме от момента регистрации, то есть аккаунта в ТикТоке, до момента перегона трафика в Телеграм, до момента размещения туда рекламного оффера и, соответственно, покажу статистику из партнерской программы. Там, допустим, скриншотик какой-нибудь закину по итогу, что у нас получилось с этой связки и какой доход. И дальше, соответственно, покажу, что данная партнерская программа действительно выплачивает. Это не просто цифра на экране. И, наверное, даже сниму эти деньги и покажу вам их на фоне, допустим, того же ТикТок-аккаунта, сфотографирую, чтобы у вас точно не было сомнений, что это как бы не картинка с интернета, что это настоящие деньги на фоне, например, нашего проекта. Давайте так сделаем. Я думаю, так будет максимально просто, максимально понятно. При этом в следующем видеоуроке покажу также рабочую связку со всеми, так скажем, скриншотами, со всеми подтверждениями того, что это работает. Связку покажу ТикТока с Гуглом, то есть с Ютубом, где мы будем перегонять трафик из ТикТока, допустим, по тем же кинотеатрам, фильмам, без разницы вообще абсолютно, не имеет значения, что. Главное, целевая аудитория, допустим, будет заходить на Ютуб и дальше с кликов по рекламным тизерам на самом Ютубе нам будет капать монета, соответственно, доход. И покажу, соответственно, выплату также на электронный кошелек, покажу внутреннюю площадку самого Ютуба, гугла, то есть сколько кликов, какое количество просмотров и так далее. То есть максимально все подробно расскажу. И, в принципе, покажу вот связку, потому что многие просили именно с Ютубом, чтобы я показал связку с Ютубом, как нагонять трафик на Ютуб и набирать практически бесплатно просмотры на Ютубе. Думаю, многим интересно, поэтому покажу, расскажу в следующем видеоуроке. И также в Телеграме подзапишу связку вот эту вот с ТикТоком, Телеграмом и онлайн-кинотеатром. Я чуть попозже ее размещу, потому что я все-таки, как я сказал, хочу вам показать от момента прям регистрации до момента, когда вот деньги будут на столе, то есть я их там пойду с банкомата там сниму, покажу вам, что, допустим, это не цифра на экране, а это действительно доход. И когда все, видеоролик будет полностью готов, загружу его туда. Это уже как дополнение будет в данном обучении. В принципе, саму связку-то я вам сейчас показал, как это работает. Со скриншотами и так далее, аналогичную связку, но уже конечной будет не онлайн-кинотеатр, а Ютуб, покажу в следующем уроке. На этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Переходите к следующему уроку. После чего, после просмотра следующего урока, напишите мне в Telegram либо по любым иным контактам на нашем сайте videoworking.ru и запросите доступ в закрытый Telegram-чат. Там я вам, соответственно, дам дополнительную информацию к данному обучению, бонусную информацию. Также, если какие-то вопросы есть, всегда задавайте, я всегда на связи 24 на 7. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok